Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И сегодня, впрочем, как и обычно, мы расскажем вам о самых ярких и интересных событиях, которые произошли в культурной жизни нашего города. Яркая и удивительная выставка открылась в стенах историко-архитектурного музея-заповедника. На ней представлен результат работы Семейно-творческого союза художника-ювелира Ивана Ягодкина и его супруги Ирины, дизайнера по стеклу. С творчеством Семьи Ягодкиных мы уже знакомили зрителей в прошлых программах. Тогда наши встречи проходили в их арт-студии. Сегодня же изделия художника-ювелира Ивана и его супруги Ирины, дизайнеры по стеклу, украшают витрины одного из выставочных залов Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Не зря работы именно этой пары выбрали для выставки. Дело в том, что супруги не просто создают украшения из драгоценных металлов и стекла, а делают это, изучая опыт древнерусских мастеров и основываясь на традициях прошлого. Уже много лет я занимаюсь ювелирным искусством, делаю изделия на заказ. И наступил такой порог, когда нужно было развитие. А развитие, как я понял, ездя по выставкам, можно только получить, перерабатывая старый опыт. Я обратился в поисках своего стиля, своего направления к таким вот корням, именно древнерусским, потому что они мне очень близки оказались, по душе. И я понял, что именно здесь я могу себя реализовать как мастер, как художник. Сегодня Иван ставит перед собой весьма сложную задачу – реконструировать золотой клад, найденный на градище «Старая Рязань» в 1822 году. Сейчас этот клад выставляется в оружейной палате, и чтобы полюбоваться работой древних мастеров, необходимо ехать в Москву. Я понял, что для города, что я могу сделать – это вот воссоздать эту копию, которая является гордостью нашей земли. И, к сожалению, многие рязанцы не знают, что это именно здесь было найдено, в Старой Рязани, этот шедевр средневекового ювелирного ремесла. Начало этой большой работы уже положено. Иван создал копию центрального медальона одной из княжеских барм. Мастер постарался во всем следовать за средневековым ювелиром. Такой же размер изделия, подобные полудрагоценные камни схожих форм и, конечно же, те самые техники. Во-первых, здесь я первый раз попробовал перегородчатый эмаль сделать. То есть я понял, насколько это технологически сложная техника – перегородчатый эмаль именно в миниатюре. То есть это не какое-то панно, это маленький медальончик, где маленькие перегородочки из тончайшего металла. И все это заполнялось эмалью, которую надо еще туда положить. Творческий союз Ирины и Ивана образовался именно на почве истории и археологии. Первая совместно сделанная ими коллекция украшений носит название «Сокровище Старой Рязани». Для нее Иван делал уменьшенные копии древних медальонов, а Ирина – бусины, которые не являются точными копиями, а имитируют зерненые бусины из древнерусских кладов. Использование опыта предков настолько увлекло Ирину, что сегодня у нее есть украшения, имеющие непосредственные аналоги в средних веках. У нас на экспозиции представлена древняя бусинка, которая тысячелит, которая представляет собой кусочек золота, запечатанное между двумя слоями прозрачного стекла. Таких бусин находилось очень много по всей Руси. И я стала делать подобные бусинки. У меня есть серьги, есть кулоны. И очень интересно новое прочтение не между прозрачным стеклом, а немножко тонированное стекло и подложенный между ним металл. Очень интересно дает спецэффекты. То есть это новое прочтение старой техники. Также Ирина представляет на выставке украшения, сделанные в ее любимой технике работы со стеклом «Лэмбворк». Можно здесь увидеть и материал, из которого создаются эти необыкновенные украшения, и даже видео, на котором показан сам процесс работы, больше напоминающий чудо. Когда я беру палочку, которая твердая, которая холодная, которая, в общем-то, ничего особо из себя не представляет, кроме цвета, вношу в пламя. И при температуре тысячи градусов стекло начинает менять свои свойства. Оно становится податливым, мягким, гибким. Его можно мешать между собой разные цвета, добавлять туда эмали, добавлять туда драгметаллы. И появляется совершенно новая, осмысленная вещь, какое-то украшение или какая-то скульптура. И здесь уже стекло никак нельзя назвать холодным, равнодушным или однообразным. Действительно, украшения выходят теплыми и живыми. Тоже можно сказать о работах Ивана, созданных по мотивам старорязанских кладов. Удивительные персни, браслеты, подвески. Дополняют и украшают экспозицию реконструированная средневековая мастерская с действующими инструментами и приспособлениями, а также стилизованные под средневековие наряды, созданные Ириной. Выставка «Секреты старых мастеров» в ювелирных изделиях арт-студии Ягодкиных будет работать в певческом корпусе Рязанского Кремля до 7 ноября. Мастера и художники используют в своем творчестве самые необычные материалы. Кто-то, как, например, Ирина Ягодкина, выбрал для себя стекло. А вот герой нашего следующего сюжета, Иван Белозеров, работает с таким древним материалом, как кость. Научно-методический центр народного творчества порадовал рязанцев открытием сразу двух выставок. Первая экспозиция, включающая в себя более 20 картин, посвящена памяти художника Александра Кирюшина и носит название «С любовью к родине». Вторая же, под названием «Беловодье», знакомит посетителей с Косторезом Иваном Белозеровым и его работами. С мастером резьбы по кости мы уже знакомы, познакомились здесь же, в этом самом зале, когда он представлял экспозицию под названием «Все, что при лестнице надо». Тогда зрители могли увидеть украшения. Сегодня же Иван Белозеров решил рассказать о секретах Косторезного мастерства. Поэтому здесь показаны не только самые разнообразные изделия, но и сырье, инструменты, литература по Косторезному делу и даже заготовки будущих работ. Художник отмечает, что занятие это весьма затратное, по большей части из-за дороговизны сырья. Однако он настолько влюблен в свое дело, что не может от него отказаться. Влюбился в искусство резьбы по кости Иван Белозеров достаточно давно, в тот самый момент, как только узнал о его существовании. Сложилось так, что в какой-то момент я оказался в тех местах, где весенние ручьи из вечной мерзлоты поднимают фрагменты бивня мамонта. И увидев этот материал, начал искать литературу и смотреть, а что же из этого делается. И открыл для себя такое огромное явление в культуре человеческой цивилизации, начиная с эпохи палеолита и заканчивая современностью, всегда человек обрабатывал кость. Это чуть ли не первый вид декоративно-прикладного искусства, который освоил человек. Иван Белозеров никогда не делает повторов, всегда старается, чтобы созданные им изделия были уникальны. Так, на одной из последних работ художник изобразил Рязанский Кремль с довольно непривычного для нас ракурса. А еще один необычный сувенир сделан из зуба мамонта, найденного на Рязанской земле. Я в нем увидел фигуру мамонта. Вот часть зубов мамонта бывает столь специфичной, что один из корней у него отдельно от всех остальных вырастает. И он как хобот мамонта. Остается только вставить два бивня и готовый палеонтологический сувенир можно посмотреть. Иван Белозеров сумел увлечь косторезным ремеслом и свою дочку. На этой выставке представлена реконструкция старой рязанского гребня, сделанного 13-летней Ангелиной. Делается это изделие очень долго, от одной до двух недель, может даже и больше, смотря от размера самого изделия. Делается так долго, из-за того, что там много очень этапов. В одной только подготовке к кости тратится минимум пять дней. Похоже, в нашем городе подрастает еще один мастер резьбы по кости. Но если вы хотите поближе познакомиться с этим искусством, приходите на выставку «Беловодье», которая будет работать в Научно-методическом центре народного творчества до 31 октября. В Рязанской областной филармонии стартовал третий фестиваль профессиональных коллективов национального искусства «Рязанский хоровод». Его открыл известный на всю страну хор, выступление которого с нетерпением ожидала рязанская публика. Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого был основан в 1911 году выдающимся исследователем, собирателем и пропагандистом русского народного творчества Митрофаном Пятницким, который впервые показал традиционную русскую песню в том виде, в котором она веками исполнялась народом. Уже на протяжении более ста лет меняются художественные руководители, исполнители, музыканты и танцоры. Неизменным остается одно – бережное отношение к народному творчеству, сохранение песенных и танцевальных традиций, заложенных основателем хора. Именно поэтому коллектив пользуется такой популярностью во всей России и за ее пределами. Наш город хор имени Пятницкого приезжает уже не в первый раз и неизменно собирает полные залы. В этом году его выступление открыл третий всероссийский фестиваль рязанских хоровод. Мы очень горды, что в истории этого коллектива и в сокровищнице этого коллектива есть частица рязанской земли, поскольку собран он был из трех губерний – Воронежской, Смоленской и Рязанской. И это присутствует и в костюме, и в музыке, и в песне, и в танце. Поэтому третий всероссийский фестиваль рязанских хоровод считается открытым. Известный во всем мире хор – первый, но далеко не единственный коллектив, выступающий на фестивале. До 6 ноября на сцене Рязанской филармонии выступит ансамбль казачьей песни «Криница», ансамбль песни и танца Республики Татарстан и знаменитая «Березка». Кстати, сценические костюмы многих хоровых коллективов на протяжении всего фестиваля можно увидеть на выставке из собрания Сергея Глебушкина, которая работает здесь же, в здании филармонии. Эта экспозиция стала настоящим подарком для гостей фестиваля. Здесь показаны костюмы всех 11 хоров России. Это жемчужь нашего народного творчества. Представлены все хоров, я не буду их перечислять, но они известны. Все 11 хоров представлены. Также здесь представлен костюм, сценический костюм ансамбля «Березка». Он, кстати, тоже будет на Рязанском хороводе. Также представлен костюм татарского ансамбля танца государства в Казани. Это он тоже представлен здесь костюм, он тоже будет участник фестиваля. Вот эти именно сценические образы, сценические костюмы, которые работают на сцене, не где-то на лужайке в деревнях, на графических полянах как-то, а именно сцена, потому что сцена диктует свой образ, свой колорит. Сергей Глебушкин, уроженец села Выше Рязанской области, уже на протяжении 30 лет занимается коллекционированием русского народного костюма. Самым первым экспонатом стал костюм его бабушки, которая проживала в селе Салтыково Сасовского района. Ну а теперь в его коллекции их более 300. Однако коллекционирование само по себе Сергея Глебушкина интересует мало. Коллекционирование – это первая стадия популяризации народного костюма. Моя цель, конечно, популяризировать народный костюм, народные традиции, что они были, что они еще сейчас существуют где-то. Вот если за их черна, вот там сейчас еще в церкви входят бабушки в паневах и повязанными платками, как традиционно. Конечно, мое цель популяризации, чтобы не отрывались от нашего прошлого. Костюмы 11 хоров России стали прекрасным дополнением и украшением фестиваля «Рязанский хоровод». Напомним, что продлится он до 6 ноября, так что внимательно следите за афишей и не пропустите выступления прославленных, известных на всю страну коллективов. А тем временем на выставочной площадке при уништурбанка начала работу новой экспозиции. Вполне возможно, что кто-то уже видел вошедшие в нее работы в Рязанском художественном музее. Но, скорее всего, для многих эта выставка станет приятным открытием. Атмосферные акварели и яркие фотографии, собранные в небольшом камерном зале и объединенные темой путешествия на далекий остров составили выставку под названием «Океан и утенка». Она является частью целого проекта «Диалог», автором которого стал фотограф Андрей Павлушин. Именно он ведет диалоги со своими друзьями. В данном случае творческое общение состоялось между ним и художником-акварелистом Галиной Шуваевой, которые таким образом поделились друг с другом и со зрителями впечатлениями о путешествии. Фотографии сделаны на маленьком острове в Бескайском заливе, это Атлантический океан, это побережье Франции. Остров с названием «Идик», в переводе «утенок». Устовка называется на «Диалоге океана и утенка». Утенок – это остров, утенок – это фотографии девушки, такой подростка, которую я снимал на острове, это дочь моих друзей, у которых мы были в гостях. Как раз такой винильный возраст, когда только-только девушкой становится. Из ребенка в девушку превращается. Очень интересный возраст. Вы, наверное, представляете, что на океане небо меняется очень быстро, это настолько красиво, настолько захватывающе, что я, например, не мог не снимать. Я тут когда говорят, если можешь не снимать, не снимай. Я не снимаю часто. А вот там это было невозможно. Я вставал в 4 часа утра. Если было солнце, я снимал восход, снимал всякие там. То есть постоянно с камерой в руках практически там выходил. Галина Шуваева также побывала на этом острове в 2008 году. Впечатления художников от путешествия совпали, и, наверное, именно поэтому их работы прекрасно дополнили друг друга и создали свежую атмосферу далеких путешествий, в которую сегодня могут окунуться все посетители при уровне штурмбанка. Что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами ровно через неделю в Клейдоскопе новых интересных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова